Да, многие толковые кандидаты в депутаты не попали в наше народное собрание. И многие по этому поводу разочарованы и продолжают переживать. Но означает ли это, что новый состав парламента обречен на острую критику со всех сторон? Пошагово будем вас знакомить с нашими депутатами. Кто они и готовы ли они работать и отстаивать в честь законодательного органа. У меня в гостях депутаты, возраст которых от 30 до 45 лет. Если я в арифметике где-то ошиблась, надеюсь, вы меня поправите. Это Аргама. Продолжим вместе с вами. Здравствуйте. Господа депутаты. Я думала, все при галстуках, но двое слева от меня без галстуков, а справа в галстуках. Скажите, почему вы без галстука? Обычно вы без галстука всегда? Вот до сих пор? Мы дружим с галстуком, я вам так скажу. У нас есть такая школа с коллегой. Было время, когда мы все были ученики турецкого Башран-колледжа. У нас там был порядок такой. Мы на уроке всегда с утра ходили в галстуках. Да, Сарановский почерк везде чувствую, кстати говоря. Да, то есть это уже настолько родное, что от этого мы не отказываемся. Интересно, кто из вас вообще все это время без галстука, а теперь должность, статус депутата как бы обязывает все-таки? Это власть? Да, я вот пришел сегодня в галстуке. Это впервые? Ну, в два раза, может. То есть на прямые эфиры, видимо, вы пришли в галстуках? Мне тоже без галстука я пришел, но сегодня я пришел к вам. А первое это на первое заседание парламента? Нет, тоже был без галстука. Ну, как бы в студенческие годы. А почему сегодня решили, что надо прийти в галстуке? Ну, я к вам пришел в галстуке. Это особое уважение, да? Спасибо. Спасибо большое. А теперь вот конкретный вопрос. Это, в общем-то, была разминка, наверное. Скажите, вот зачем вы, вот каждый из вас, через немалые трудности, выборы, с моей точки зрения, это стресс? Пришли в парламент. Зачем? Давайте я начну с теколей. Так уж сложилась, значит, мировая практика. Существуют определенные тренды. Сейчас основной тренд – это ставка на молодежь. Это Инар Сацба, извините. Я не представила вас все. Будем по ходу. Да, по ходу, так сказать, и познакомимся. Знакомимся, будем по ходу. Так вот, и значительно ставка делается во многом на молодежь, на молодых специалистов. Это символично, это показательно. И мы в некотором смысле, да, решили не оставаться в стороне, проявлять инициативу. То есть хотим взять жизнь страны и народа в свои руки. Рано или поздно это все-таки произойдет, да, то есть должна быть какая-то сменяемость поколений. Это вот, если коротко говорить, да, о нашей, так скажем, молодежной направленности. То, что вот мы один из самых молодых Сацба, если не самый молодой в целом. И для меня лично, то есть это имеет большое значение. И, как видите, значит, наши коллеги, я думаю, в этом плане тоже нас поддерживают. То есть, получается, вы решили вообще подвинуть старшее поколение, да? Ни в коем случае нет. Обязательно. И, насколько это возможно, прислушиваемся ко всем, кто с опытом. Я думаю, тут важна и разность мнений, и должен быть определенного рода диалог. Переходя плавно к вашему вопросу, могу сказать, что для нас основной целью было не само депутатство, а те инструменты и те возможности, которые представляет и предоставляет парламент для решения тех вопросов, с которыми мы сталкивались на протяжении практически пяти лет работы в Абхазо-Абазинском конгрессе. Ну вот, командное решение, оно вытекало из индивидуального решения каждого. То есть, там же в конгрессе у нас не четыре человека, само собой, работают, как бы нас гораздо больше. Но вот, опять-таки, я хочу вернуться к той деятельности, которую мы осуществляли в рамках работы в конгрессе. И вот, общаясь с людьми, понимая, какие сложности у населения есть на местах, и эти сложности, в принципе, для каждого населенного пункта, они схожи. Но для нас важно было понимать еще какой потенциал там. Работая в этом направлении, мы выявляли, фиксировали, записывали. И вот эти вот недостатки, если можно так выразиться, которые в какой-то степени и вытекают из неполноценности нашей вообще законодательной системы в целом. Начали работать над проектами, программами. И, подходя к выбору, мы к нему подходили осознанно. Это было решение действительно неспонтанно, продуманно, осознанно. И у нас на руках была программа, готовая программа по семи основным направлениям развития нашего государства и вообще жизнедеятельности нашего общества в целом. И эта программа была таким вот базисом, фундаментом нашей предвыборной кампании. И мы сегодня будем стараться поэтапно реализовать все те положения, все те пункты, которые указаны в этой программе. Димур за греха и сзымдаруа ураво поэш-хароми, артачкунш русс-уралая хайсдару, это Димур гогия. Гуптве округалы, алхарту тыпала шайта парламенташка, шара шпакалы, наси, хашра. Ну, сара-саара парламент, хвей, яц, жацаг, дзамария, джеката урух кяму бера. Абрта кыта куа сахи кулыз, жиа ба ти округуп, шката гуп. А, шката гуп. Уа аг. хушук сарабхе гесук кулын сара-уа. Усган бежикпак ропсез за хаз. А хаубыскан гесук кулын, дзаги хазчыз. Вы ажи бадяшук синарканы. Акатан хамя, катан хамя салаху. Сара-а, хазай ваззара, басыра. Я асымрыхы ця културы адзам, и тисым цаатся адзам. Уаррауза анат хоу, узву сады ущу? Да, экономика, сельское хозяйство, и джалоп, сасзанат, раса лоп, сасшалы газа, раса, и брачимы зараку, гена газ и тацан, и там хэндкар рэгэхцэнэ, гену бре-то урэху, гони тахтахи. А хэндкар рэж усу хэлма? А хэндкар рэгэн сэра, ускана усуан, а хэндкар рэгэрэ усу ртадзамыз, дакэтэн хамя бре-араса, тацара гана хэлла. А фе beginning каасхал, хэндкар рэгэн. — Алхас в исполнительной власти работал. Кстати, большой там стаж работал? — 12 лет у меня стаж работы в администрации Гагарского района. — А теперь уже вы решили себя попробовать в законодательной власти? — По сути, то, о чем мы сейчас говорим, в первую очередь, мотивация сама по себе очень важна в этой ситуации. Мотивация в том плане то же самое, что и Инар озвучил. Род деятельности, род занятий, он, конечно же, играет в этом большую роль. Я могу с уверенностью сказать, что работая в администрации Гагарского района, много пришлось повидать. Мы знаем, что каждый район по-своему имеет свою специфику, свои сложности. Конечно же, не без этого, но порой приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда вроде бы в исполнительной власти находясь, ты понимаешь, что есть несколько вариантов решения пути, решения вопросов, но потом образовываются такие тупиковые ситуации, где без нужной законодательной базы исполнительной власти просто руки связаны в нее, оказывается. Ты понимаешь, что вроде бы этого не хватает, твоего ресурса там на месте. И у нас также командный подход, у нас в Гагарском районе на сегодняшний день большинство руководителей, все молодые специалисты, которые имеют свое креативное видение. Все мы относимся к своему району, к своему городу, к своим жителям. Ну, конечно же, в плане районов вначале, а потом уже каждый, можно сказать, в плане республики в масштабе. Все мы прекрасно понимаем, что мы все сообща можем сделать больше, чем каждый сам по себе по отдельности. Ну, исходя из этого, мы как бы так же сели, пообщались, приняли решение, чтобы сделать эту некую связку между законодательной и исполнительной властью, и уже понимая на местах, какие вопросы в основном возникают. Да, вот моим посылом душевным, в первую очередь, насколько хватает вразумения, цель, сама задача прийти, попробовать себя на новом поприще, так скажу, да, это, конечно же, вот я себе так это представляю, что вообще у нас у всех эта задача должна быть первоочередная консолидация общества, то, чего нам сегодня не хватает. Вот эта вот разрозненность, которая уже годами, послевоенное время, все время накладывалась, и с каждым разом все снова и больше болью. Вы считаете, что в парламенте вы можете сделать больше для того, чтобы... За нами стоят наши избиратели, их немало, это целые районы. И если мы, будучи здесь, в законодательной власти, все вместе сможем показать, насколько мы можем сообща, вместе заниматься общим делом, я думаю, также наши избиратели, увидев это, я думаю, многие вопросы снимутся уже на самих местах. А veces, мы созданы Мы всегда importantes на Biennale. Иначе в ходе – это из приема в нашей жизни. Воздушем, что я думаю, что нужно... Это уже пережить, по-дамному предложению, и это уже происходит. Возвращение сотрудников из денег. Продолжение следует... 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 Ну, если позволите, да, я пользуюсь случаем, хочу некоторые комплименты адресовать и своим избирателям. Вот здесь вот говорилось о том, что, конечно, возникали вопросы такого социально-бытового характера, да, и люди ожидали от кандидата решения вот этих назревших и накопившихся проблем хозяйствующего плана. Но, тем не менее, вот в моем случае, во время предвыборной кампании мы провели встречи практически в каждом доме, а Новый район, вы знаете, это в основном многоэтажки, многоквартирные дома, и вот в каждом практически у нас была встреча, была организована встреча, и там у нас больше общения складывалось именно процентов на 80, наверное, обсуждая вопросы развития. Не было больше акцента на вот этих социально-бытовых проблемах. Уровень подготовки и отношения людей к кандидату мне очень понравился, потому что мы говорили именно о каких-то программных вещах, идеологических вещах, и вещах, которые, возможно, решение этих проблем будет способствовать решению бытовых проблем. Вот этот подход мне действительно был очень приятен. Взаимодействие, взаимосвязь с избирателем, она не будет периодически с нашей стороны раз в пятилетку. Вот сейчас вот перед выборами, грубо говоря, мы увиделись, пообщались, там обсудились. Как зависит отortun MGT-гандарика, мы увидели именно в перв próxima программе. Офиска Ахартарцхагу Ютуб. Офиска Ахартарцхагу Ютуб. Офиска Ахартарцхагу Ютуб. Но подняли очень много вопросов, которые касались внесения изменений в закон о выборах. Это конституционный закон, закон о выборах депутатов. Но вы знаете, что практически все поправки, которые предлагались, почти, они все не прошли. Они все не прошли. И вот я хотела бы обратить, например, внимание, вот давайте на несколько вопросов мы, наверное, сконцентрируемся, потому что в одном эфире мы обо всем с вами сказать не сможем. Например, говорилось, предлагалось следующее, обязательное личное участие кандидатов в депутаты в бесплатном эфире на государственном телеканале. То, что мы называем дебатами, если даже по существу они не совсем как дебаты проходят и так далее, если даже это как презентация происходит, мне кажется, это тоже вот интересно. Хотя, конечно, лучше, чтобы это были настоящие депутаты. Но мы сами, то есть телевидение, тоже не были настроены на обострение ситуации, скажем, на прямых эфирах и так далее. Мы были к этому готовы сделать. Ну да, да, да. Честно говоря, очень были ограничены ведущие. Но в конечном итоге что мы получили? Это можно тоже отдельно проанализировать. Мы увидели очень много людей, их потенциал, да, либо хороший потенциал, либо отсутствие потенциала. О многом мы узнали через эти прямые эфиры. И без конфликтов очень спокойно, достойно прошли эти выборы. Я думаю, что это тоже, в общем-то, плюс. Если, конечно, мы хотим обострять ситуацию, все усугублять и так далее, мы можем это сделать. Но у нас такой задачи не было, и поэтому все прошло вот таким вот образом. И вот, значит, депутаты, часть депутатов предлагали, чтобы обязательно было участие на дебатах, на прямых эфирах кандидатов в депутаты. Но другая часть депутатов против этого. Они считают, что это необязательно, и в конечном счете эта поправка не прошла. Вот мне интересно ваше отношение. Как вы думаете, это обязательно, вообще надо обязывать кандидатов в депутаты участвовать в таких прямых эфирах, в дебатах? Да, да, да. Субтитры предоставлены в депутаты участвовать в депутаты участвуют в депутаты участвовать в депутаты. Я вообще хотел бы начать с того опять, что вот каждый кандидат от команды Конгресса воспользовался, максимально воспользовался теми форматами, которые предоставляло телевидение. Это как Абхазская государственная телерадиокомпания, так и Абаза. И плюс мы собственный видеоконтент снимали и выкладывали в сеть, и пользовались тем доступным временем, которое циклом было определено. То есть тут мы не пренебрегли ни одним форматом и считали, что каждый формат – это возможность раскрыть собственный потенциал и представить себя избирателю в лучшей форме. Мы понимали прекрасно, что возможности прямого эфира на абхазском телевидении тоже не позволяют полноценно и всесторонне представить себя таким, каким ты являешься, и представить ту программу, самое главное, с которой ты идешь и подходишь к выборам. Но опять-таки, я считаю, помимо участия в телевизионных форматах и эфирах, необходимо все-таки как-то регламентировать требования к кандидату в целом. Вы вот своему оппоненту задали вопрос, по-моему, речь шла о законе об абортах. Да, это понятно, что этот закон, кстати говоря, ассоциируется с именем вашего оппонента Саида Харайзи, которого я очень, кстати, уважаю. И должна сказать, что вы, ну так вот, тонко, скажем, его укусили. Я почему сейчас это вспоминаю? Потому что мне кажется, что это очень важная проблема, которая волнует многих женщин, если не всех женщин. Этот вопрос ставится, ну никак никто, не один депутат. Даже женщины, которые приходят в парламент, они говорят, что они не будут заниматься этим вопросом. Это не новые депутаты, я имею в виду бывших, не хотят этим заниматься. Я хочу спросить, вы будете этим вопросом заниматься? Вы вернетесь к этому закону? Я думаю, и коллеги меня в этом тоже поддержат, потому что этим вопросом заниматься надо. Речь не идет о том, чтобы его исключительно отменить или наоборот, как-то еще, если это вообще возможно, ужесточить. Нет, речь идет о том, что нужно его поднимать, приглашать специалистов. Есть люди с большим опытом, к ним надо обязательно прислушиваться. В целом надо прислушиваться к мнению женщин. Это их ноша, это их непосредственно касается. И мы просто не имеем права, как-то жестко игнорируя все инстанции, принимать решения самостоятельно. Это просто неправильно. Ну, собственно, вернемся к... К дебатам, да? Вот отношения ваши. Для меня это был исключительно первый опыт участия в дебатах, тем более в прямом эфире. Я думаю, все прекрасно понимают, что это действительно большой стресс, это волнение касательно тех материалов, которые мы использовали при подготовке непосредственно в дебатах. Это наработки, это, значит, важнейший аспект, в принципе, подготовки к будущей должности. То есть нужно понимать, что вопросов очень много, а времени на то, чтобы на них ответить как раз таки мало, и нужно достаточно коротко и ясно дать понять избирателям, что именно вы имели в виду. Это, в принципе, сложная схема, это очевидно, что не каждый может так делать, однако я считаю, что в целом все дебаты, дайся их усреднить, прошли в качественной манере. То есть и отдельно, конечно, вас всех хочу поблагодарить, как сотрудников ГТРК, что на высочайшем уровне провели. То есть мы тоже со своей стороны за вами, так сказать, наблюдали, и было интересно и приятно приходить в студию и видеть, насколько здесь все на высоком уровне. К сожалению, бывают такие выборные процессы, когда, если бы, наверное, не появление в эфире, люди не увидели бы даже на лицо, не знали бы, за кого они, по сути, голосуют. Потому что у нас бывает зачастую, что кто-то попросил, кто... Почему идешь голосовать? Ну, брат, друг, сват попросил, ну, иду. Не хочу, неинтересно, как бы, да, ну, а здесь хоть увидят визуально человек, как позиционирует себя, как ход мысли формирует, как высказывает, как держит себя. Ну, это все тонкости, которые характеризуют каждого из нас. Я считаю, что, да, дебаты нужны, я считаю, что неправильно игнорировать все эти процессы, во-первых, почему, потому что... Тем более, что тебя избирает округ, но ты всенародный депутат. Абсолютно верно, абсолютно верно. Ты не только депутат своего управления. Я также могу, я также, знаете, как хочу чуть-чуть обратить, так скажем, на другую сторону Луны, да, которая не освечивается внимания, что я имею в виду. Красиво говорить, ну, это у каждого свой талант. Кто-то может прийти, красиво представить свою программу, произвести такое впечатление, но при этом прийти потом, сесть туда в кресло и просто быть амебой, извините меня за выражение, не давать никакого эффекта, ну, будет заниматься техоспокойно своими делами. Но при этом он на эфире всех может поразить, обаятельные, ну, бывают такие люди, наверное, да. А с другой стороны, может быть, человек робкий, который не может, ну, он теряется, ему неловко, с непривычкой, так скажем, да, над собой надо работать, конечно же, к этому надо приходить. Но вот к этому моменту он не был готов, но при этом он может такой эффект и такой результат показать, что все ахнут и скажут, вот, пожалуйста. У вас есть такие примеры? Да, есть такие примеры, и не один. Поэтому я что хочу сказать, это, наверное, вообще личное право каждого, но в плане того, что это необходимо, я только двумя руками за. Еще пять законопроектов, которые касались внесения изменений в закон о выборах депутатов, они вообще сняли их с повестки дня. Так получилось. И вот среди этих вопросов, вот, смотрите, например, был такой вопрос, необходимость наличия кандидата в депутаты высшего образования. Ваши отношения, насколько возможно, коротко. Если говорить о том, что как о идее, это исключительно правильное направление, ну, есть много факторов, которые мы в обязательном порядке должны учитывать. И, на мой взгляд, в первую очередь нужно понимать, что это народное собрание. И такого рода ценз подразумевает некоторые нюансы, да? Тогда, раз уж мы поднимаем вопрос о наличии высшего образования у кандидата, давайте поднимем вопрос высшего образования у избирателя. Справедливо? Ну, можно сказать, что, в принципе, с какой-то стороны, да. Однако, я думаю, что мы во всех этих цензах можем потерять важнейший аспект. Это сам факт того, что депутатом может стать каждый. Человек может быть невероятно опытен и знающий в своем деле, но при этом так и не получить заветного диплома. Такое тоже бывает. Согласна, я встречала таких людей, но это бывает очень редко. Хорошо, скажем по-другому, да, значит, мы говорим о том, что необходимо иметь высшее образование, это наличие соответствующего диплома. Хорошо, что людям, в принципе, у которых изначально не было высшего образования, но они планируют пойти в депутаты, мешает, по большому счету, приобрести условно левый диплом. В учетах современных реалий есть куча вузов. А если мы хотим таким цензом добиться более высокого и профессионального уровня наших кандидатов и депутатов, давайте в целом повышать уровень образования в стране, чтобы каждый, кто баллотируется, был априори с высшим образованием или там, условно, хотя бы со среднетехническим. Парламент это что, это те депутаты, которые избираются туда, да, то есть это не просто и пишут законы, по которым потом все общество должно жить и им следовать, да. Если, да, у тебя нет высшего образования, да, ты можешь быть мудрым по природе, но образование это что, это определенные усилия над собой в течение образовательного процесса, да, там это дисциплина, это определенный набор навыков, знаний по той или другой дисциплине. А сегодня образование на самом деле очень доступно, если у тебя есть желание. Сын, это не просто, если у тебя есть желание, то есть это не просто, если у тебя есть желание, то есть это не просто. Сын, это не просто. Сын, это не просто. Глазащие званцы... 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 Потому что действительно это уже тот возраст, когда ты к некоторым вещам более осознанно начинаешь относиться. Ведь парламент у депутата, помимо обязанностей писать законопроекты, их предлагать, осуществлять функцию контроля. Помимо всего этого, как пример приведу, это голосование за представленную кандидатуру на должность судей, генпрокурора и так далее. В первую очередь хочу отметить такой важнейший аспект, на мой взгляд, что история Абхазии знает молодых депутатов, которые, собственно говоря, работали в очень тяжелые периоды времени, им было до 30 лет. Хочу отметить, что и в том числе действующий спикер, когда избирался в 6-й созыв, ему было до 30 лет. Возможно, если бы те 5 лет опыта он бы не приобрел, сейчас бы не был на соответствующей должности и соответствующем созыве. Это один аспект. Другой аспект, он несколько связан с процессом проведения выборов. Это раз уж мы говорим о том, что депутат должен быть от 30 лет, но выбирает его 18-летний, 19-летний. Почему тогда мы этот аспект оставляем без внимания? Если человек становится зрелым, условно, там, после 30-ти. Вы хотите сказать, что возрастной ценз нужно распространить и на активное избирательное право? Вот я говорю это в качестве примера, как альтернативное мнение. То есть на избирателей тоже, поднятие этого возраста. Если человек зрелый и правильный, правильно мыслит с 30 лет, но если его выбирает 18-летний, вы не видите в этом некоторую конфликт, некоторую коллизию. Соответственно, вопросов много, я к чему это говорю. Очень субъективное восприятие, конечно, по отношению к этому вопросу. И в целом нужно с разных сторон подойти. В принципе, чем плох тот ценз, который есть сейчас, если людей до 30 лет было не так много выбрано, и, в принципе, все они достаточно яркие представители, которые, на мой взгляд, кроме как пользы, ничего плохого точно не принесли. Сыргий аркаж зана браяц стартиста акура, акура хмпада бсаза аджи, илкааны, икоп, ацса кубшра, ацса краму, нас ежух башукса, ежи башукса, увидиш хуцва, ежух шукса, ежхадзум, ерада хявсыша, дэн кубшу, ехаача калада знея рауэд. Без сада сгана гарал, ежух башукса, ежи бараханзе икказар, еха, ежих башукс, въяна гудаю, ехуцраку, чакала ехалуд хмпаде, нас етача дала, ларавэдд, даую, нас чакала, чакала, ехал. Еггоп парламента хинийвэ, ехаап шуксик, манавишуксагеххен ткаррача ус зимуц. Ну брия шома. Мы не знаем, что это депутат Ицбузданов. 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 Ицбузданов. Это депутат Ицбузданов. 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 как молодежь сегодня себя будет позиционировать, как она будет лоббировать наши интересы, как она будет принимать эти законы. И что, где вы будете себя проверять, ваши умения и так далее? Я что хочу сказать, в первую очередь, это наши все встречи показали. Ну не ссылайтесь на прошлое, пожалуйста, времени нет. Не на прошлое. Каждая наша встреча, люди, которые выходили, говорили, нас, ветеранов, увидьте, вы молодежь, мы между собой жестоко всего потеряли. Это то поколение, которое прошло всю войну и отомстили за наших ребят. В первую очередь, надо, конечно же, обратить на уязвимые категории людей сегодня в нашей стране. Я считаю, что мы, как молодое поколение, выросли в послевоенное время, все эти трудности на себе также ощутили, что мы, в первую очередь, должны не на ветеранов, не на инвалидов, на ту категорию, которая уязвимая сегодня осталась. То есть они с обидой в глазах, со слезами, но при этом с такой надеждой с нами разговаривают, что я считаю, что это прерогатива, в первую очередь, заняться этими вопросами. Я считаю, что это прерогатива, в первую очередь, не на ветеранов, если не говорить о конкретике, то есть нету неважных вопросов. Каждый из них, конечно же, очень важен. Я уже это сказала. Я что хочу сказать, если мы уже пришли в парламент, и сегодня мы говорим, что в основном это все молодое поколение, которое полно силы, энергии, энтузиазма, я хочу, чтобы мы принимали качественные законы. Это сегодня прямые наши обязательства, мы понимаем, что эти качественные законы, я что понимаю под этим? У нас много законов, которые в сыром виде, они уже с каких годов так и пылятся, мы ими пользуемся. Понятно, что вы в основном и будете заниматься законами. Я хочу мысль закончить. После того, как будут приняты качественные законы, надо также парламентариям качественно контролировать их исполнение. То есть, когда уже от законодательного органа пойдет в исполнительную власть этот закон, мы должны в этих процессах тоже принимать участие. Вот дай бог, чтобы у нас это получилось. У меня лично такой настрой. Хочу согласиться со своим коллегой. Важнейший аспект взаимодействия парламента и исполнительной власти, тем более, когда есть опыт, за себя отдельно могу сказать, что есть, хоть и не длительный, но все-таки тоже опыт в районном собрании. Соответственно, такие аспекты, как взаимодействие парламента и исполнительной власти, нам хорошо знакомы, мы это все прекрасно понимаем. Тяжело выделять какие-то отдельные направления, как глобальные, самые важные. Однако, очевидно, что если мы начнем их перечислять, звучат они примерно так. Это энергетический вопрос, это земельный вопрос, это гражданский вопрос, и так далее, и так далее. На мой взгляд, важнейшим посылом и идеей седьмого созыва должно быть правильное внутри межпарламентское отношение. Это правильно выставлены рабочие порядки и, соответственно, некоторое единство или даже в наличии паритета. Это все-таки основная мысль. Наш абхазский народ всегда отличался благоразумностью, и в самые тяжелые кризисные моменты нам удавалось правильным образом объединиться. Никто не может объяснить, как именно это происходит. Возможно, дело в воспитании, возможно, дело в исторических факторах. Однако сейчас, как многие отметили, действительно, седьмой созыв под большим наблюдением, и это не что иное, как значительный кризисный момент. И я рассчитываю, надеюсь, на то, что нам все-таки в седьмом созыве удастся объединиться и правильно выстроить работу, и в том числе работу, связанную с исполнительной властью. В дополнение к тому, что уже здесь было сказано, мне бы хотелось, чтобы парламент седьмого созыва в полном объеме реализовывал конституционные положения. Работа должна, на мой взгляд, строиться именно в комитетах. Нет второстепенных вопросов, на мой взгляд, сейчас, потому что у нас каждый вопрос главный. Но если, обобщая, постараться ответить на ваш вопрос, я бы все-таки приоритетом выставил вопросы сохранения развития нации в целом, народа, этноса, сохранения этнокультурных ценностей, языка и демографические вопросы. Это вот те вопросы, которые бы... Ну, потому что все остальное, да, там и экономика, и социальная сфера, если не будет человека, да, если не будет того гражданина, во-первых, желательно было бы понимать сегодня идеологически, что в отдельности каждый гражданин из себя представляет, да, портрет такой социологический, и заложить идеологические какие-то ориентиры, каким мы хотим этого гражданина видеть через 10, через 20, через 30 и через 100 лет. В целом все это было интересно, и в конце, может быть, это где-то лишнее, где-то что-то, но все же. Вот я хотел бы спросить у вас, вы понимаете, я сегодня и вчера тоже пыталась уточнить все-таки, я приблизительно знаю, какую зарплату получает депутат, какую зарплату получает спикер, председатель комитета и так далее, но дело в том, что мне эту информацию не дали, я не стала обращаться к спикеру, мне просто неудобно было, человек только вчера его назначили, сейчас вот спрашивают у него это, а вот и работники парламента, они сказали, что ну мы не имеем права вам это озвучивать, правда, и вы можете посмотреть в декларациях, которые выложены на сайте министерства по налогам, я сегодня попыталась найти там эту информацию, но информация, которая заложена в декларациях депутатов шестого созыва, вот странной, ну несколько деклараций я успела, я не смогла все посмотреть и так далее, ну непонятно, мы все заполняли декларации, я четко, все, где, сколько, чего и так далее, там все было как-то немножечко завуалировано, я так и не поняла конкретно, какую зарплату получали эти депутаты. Ну скажем, ладно, приблизительно, это не так, наверное, много, может от 20 до 30 тысяч рублей. Есть еще вот служебная машина, я выясняла, у каждого депутата, при нас, например, этого не было. Не скажите, предыдущий созыв почти все машины забрал обратно, вы купили. Вы представляете, ребята, вот то, что сейчас прозвучало, это самая главная информация, в той части, вот мы же критикуем парламент, который ушел, хотя там целая группа депутатов, очень, скажем, высокого уровня, качественных и так далее, я не хочу, конечно, всех под одну гребенку, но в целом какое-то общее впечатление же было об этом созыве. Если то, что вы говорите, это подтвердится, я вот очень надеюсь, что мы получим информацию все-таки об этом, если каждый депутат сейчас, уходя, забрал свою машину, ну хорошо, многие, многие выкупил, а что значит выкупил, это получается, что сейчас, где надо взять из бюджета деньги для того, чтобы новым депутатам дать служебные машины. Может быть, я рано зажигаюсь, может быть... Чтобы сказали, вот молодые ребята пришли, сразу с первого, с чего начали, себе машины покупают. Ну это же так и будет. Я очень прошу, я надеюсь, что те структуры, которые должны проверить эту информацию... Это мы все еще услышим, все будет впереди, Ирина Шоуна. Это очень важно, потому что, извините, там у многих были абсолютно новые дорогущие машины, если новые дорогущие машины, они ушли домой вместе с депутатами. Я считаю, что это вообще не просто безответственно, это вообще плевок, наверное, в сторону тех избирателей, которые надеются, что депутаты будут заниматься их проблемами, защищать их интересы и так далее. Я вспылила, я думаю, что вы так спокойно это воспринимаете, может быть, потому что вы уже были в курсе. Я вот слышала, правда, но я не знаю, насколько достоверна эта информация. По Конституции депутат не может заниматься коммерческой деятельностью. Или все-таки мы коммерческой деятельностью не занимаемся, наша коммерческая деятельность предпринимательская переходит к нашим родственникам, за нами ничего не числится, но мы не живем на эти 20-30 тысяч рублей. Вы согласны жить вот на эту заработную плату? Я 14 лет нахожусь на госслужбе, я живу на ту зарплату, которую получал на госслужбе. И поэтому, отвечая на вопрос готовы, да, конечно, готовы. Это было осознанное решение. Что касается автомобиля, там были разные разговоры. Я говорю, у меня есть автомобиль, сейчас не то, чтобы я такой хороший и такой вот здесь. В плане моего настроя на использование причитающегося госимущества. Но я считаю, что если у меня есть автомобиль, почему я должен получать еще какой-то автомобиль и пользоваться государственным. Поэтому я как бы отказался от этой возможности. Слава Богу, у нас есть родные, близкие, у нас все в этом плане хорошо, нас никто не оставит в стороне. Я имею в виду, мы после войны так жили, просто потом чуть-чуть научились шиковать и начали уже как-то у всех планочки расти. А в чем проблема? Как и Инар, так же я сколько лет работаю. Плюс как преподавательская деятельность, можно и заниматься вот с Инаром. Инар, я знаю, работает в университете, я работаю в университете. Да, может быть, там небольшая зарплата как бы, но тем не менее, это тоже какая-то надбавка. Я тоже так же говорю, у меня тоже доме есть небольшой, там я его в юридическом злою. Сейчас мы этот вопрос... Дополнительно что-то есть, но коммерческая деятельность у них занимается. Мы сейчас этот вопрос вот в должной степени, скорее всего, не проговорим. Почему? Потому что я ведь знаю очень многие люди, очень многие депутаты, они все занимаются бизнесом, занимаются коммерцией и так далее. Боже мой. Но они вынуждены это скрывать. Они вынуждены это скрывать. И насколько это честно. С другой стороны, насколько это правильно и так далее. Вообще сам вопрос может быть, на самом деле, когда-то надо тоже вернуться к этому вопросу и подумать, потому что, когда человека, предпринимателя, который уже решил пойти в политику, в принципе, почему-нибудь так далее, он вынужден и так далее, он оформляет на своих детей, но это не очень... Ну, это вопрос выбора тоже как бы... Ну, надо об этом думать. Да, хорошо. Если можно, добавлю буквально немного, вот касательно всего этого вопроса, на самом деле, очень обширно. Тут можно затронуть и 20-ю статью, да, и зарплаты, и машины, амортизацию и так далее. На мой взгляд, важнейшим аспектом здесь должно быть то, что главное, чтобы депутат парламента условно не продавал свой голос и не способствовал аналогичным вещам. То есть это основной аспект. Если даже у кого-то есть возможность условно зарабатывать вне этого, это еще не так плохо, не так критично, как может показаться на первый взгляд. Другое дело, что есть люди, которые целенаправленно шли, да, в свое время в парламент для того, чтобы именно зарабатывать. Вот нужно стремиться исключить именно этот вариант как основу. А все остальное, оно может быть пересмотрено. Все-таки есть опыты и практики других стран, да, есть, значит, деятельность научная, да, есть деятельность, ну, любая другая, кроме как предпринимательская, это и преподавательская в том числе. И нужно все это тоже учитывать. Вообще нету правильного разграничения, где заканчивается научная деятельность, начинается преподавательская и заканчивается предпринимательская. То есть правильного, грубо говоря, в этом подхода тоже нету. И это, наверное, отдельный вопрос, который также можно было бы обсудить в парламенте. Ну, да, 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 да. Ну, да. Да, мы могли бы о многом другом тоже поговорить, но самое главное сейчас не это. Понятно, что у нас много возможностей для того, чтобы и общались, и работали вместе. Самое главное то, что вот рядом со мной, вот такая и слева, и справа, совершенно живая такая здоровая сила, у меня вот такое впечатление складывается. И хотелось бы на самом деле, чтобы вы своей честностью, своей работой, своим профессионализмом поборолись за честь нашего парламента. Нашему парламенту нужно возвращать доброе имя, которое у него было с самого начала. То есть вы, если не будете этого делать, думаю, что обречены на критику, причем со всех сторон. Желаю вам успехов. Всего хорошего. Это была Аргама. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok